Объявили, что буду читать лекцию, что прямо я призадумался, как это должно выглядеть, чтобы выглядеть лекцией. Я еще совсем немного времени назад думал, что бы я такого хотел сегодня сказать. И я тут перебирал различные источники. И тут мне попалась книжка, которую я не брал в руки с прошлого журналистами, когда мы читали ее же, вот тут между страниц бессмертный хит «Добрый вечер, Туби Гуру Махараджи». То есть все. Книга сохранила. Кришна родився, Бог нам явився. То есть все, что надо, у нас для этого есть. Я подумал, что не почитать ли нам снова из этой книги о явлении Господа Кришны. И он думал, ну ладно, мы уже читали из этой книги о явлении Господа Кришны. И после этого я сел просмотреть новости на официальном московском сайте, бандаватс.ком, и вдруг там было написано самое сладкое описание явления Кришны. Я думал, что же там такое будет, что же там такое будет. И там была вот эта глава вторая из Ананда Бридаван Чампу. Ну в общем, чего огород городить? Будем читать ее заново. И поговорим немножко о важности явления Кришны. В отличие, может быть, от явлений других его воплощений. Чем отличается, например, форма Кришны от формы Марсии или от формы Нарисимхи? Живое существо в материальном мире, обнаруживая себя, осознавая себя, испытывает различные потребности. Некоторые из них очень базовые и примитивные, ничем не отличающиеся от животных потребностей. Но есть потребности более высокого свойства, более утонченного и возвышенного свойства. Это потребность любить и быть любимым. Казалось бы, никто без этого не умрет так, как без воды или еды, или без ухода за своим телом. Но как бы человек себе в этом не отказывал, может быть, как бы человек от этого не открещивался, может быть, но все равно потребность любить и быть любимым, она каждого догоняет в этой жизни, каждого находит и каждого повергает иногда в глубокую печаль относительно того, что он не любит и нелюбим. Поэтому все бы хотели иметь некий абсолютный объект для выражения этого чувства и для испытания этого чувства. И если спросить последователей различных религий о том, что является целью их религии, все они, конечно, скажут, что конечной целью нашего религиозного пути является возлюбить Бога. И когда мы смотрим на образы этих богов, которых, ну, чего греха таить, достаточно много, даже в физической традиции 33 миллиона девок, 33 миллиона, выбирай любого. Четыре головы, десять рук, восемнадцать рук, такой-сякой, такая-сякая, бери, люби, выбирай. Если мы даже ограничимся списком из десяти воплощений Кришны и подумаем, какое из воплощений могло быть наиболее подходящим для того, чтобы быть любимым, мы обнаружим, что совершенно очевидно, что такой формой является Кришна, сын Мамы Яшоды и Махараджи Нанды. Потому что все остальные... Мы можем восхищаться, мы можем впечатляться, мы можем бояться. Например, Нарасим Хадев, то есть, ну, мы можем полюбить Нарасим Хадева, но он нас спасет, он нас защитит, он прогонит каких-то негодяев, прогонит неблагоприятные обстоятельства, но скажет, ой, ты так выручил, так выручил. Но о том, чтобы представить себя обнимающимся с Нарасим Хадевом, такое дело. Потому что, когда он появляется, его спутница Лакшми, она не готова приблизиться. Не готова приблизиться. Максия. Так, объект впечатляющий, конечно, огромная рыбина, которая спасает веды, волочет лодку, в которой брахма напуганный. Это впечатляет. Но удовлетворит ли это желание любить и быть любимым? Точно так же, как и Вараха. Все это очень впечатляет. Но даже Будда. Теоретически, я шел и думал, от кого бы мы могли бы полюбить? Ну, Будду мы могли бы полюбить, ну, не знаю, как сына, допустим, да, вот какой-то такой родительской любовью, представить, что у нас мог бы родиться такой шибко умный и отреченный ребенок, да, как Господь Будда, но тоже далеко не все аспекты любовных отношений могут быть удовлетворены. Но форма Кришны потому и является высшей формой. И потому, что Он самый первый, Он появился, из Него все и зашли. И все остальные глубоко вторичны по отношению к Нему. И никто никогда не будет на первом месте, потому что Он первый. И раз Он первый, значит, ну, будьте добры, любите уже, потому что ничего другого вам не предложат. Нет. Кришна, с какой стороны, не анализируй самый восхитительный объект любви, который можно только себе представить для искателя подобной любви. Слуга. Слугой хочешь любить Его, как своего Господина? Пожалуйста, чего уж проще. Нейтральный, тоже смотри, каменеет восторга. Дружеский, ну уж веселей ты не найдешь никого. Родительский, прекрасный сын, прекрасный. Ну, не без проблем, конечно, но вполне себе. Спросите Нанду и Ешоту, все в полном упоении. Спросите старший Гопи, все в полном упоении. И если они его и ловят там на воровстве масла, то это только для того, чтобы где-то его там прижать при попытке кражи со взломом, с проникновением в жилищ. А что уж говорить о его, ну, просто героических сверхспособностях героя-любовника, тут и говорить нечего. Мы тут заканчиваем читать, 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 чаритамритвы, последние главы чаритамритвы, посвящены трансцендентному безумию Господа Чаритани, где он очень много говорит от лица Шимати Радхарани, которая является. И очень много говорят его спутники, такие как Сварупдамадарга, Свами и Райрамананда. И они очень много повествуют о природе любовных взаимоотношений с Кришной. И в этих описаниях Кришна блещет, его называют не просто возлюбленным, но героем среди возлюбленных. То есть если есть героизм в подобных отношениях, то это как раз к нему. Поэтому нам очень приятно отмечать день явления такого замечательного объекта любви и такого замечательного дарителя этой любви. Потому что поколения живых существ живут не ведая никаких идеалов высоких, духовных, трансцендентных, глубоко эзотерических, сладостных взаимоотношений. И они встречаются с какими-то другими воплощениями, о которых мы говорили до этого. Они поклоняются им, они подчиняются им, но их желание любить не удовлетворяется. Вплоть до того, что является Господром Ачандаром, он встречает мудрецов в данной Коране. И мудрецы в данной Коране чем отличаются? Тем, что они настолько свободны от телесного отождествления, что они испытали некие претензии к Господу Рамме, пожелавших когда-нибудь стать его супругами. Когда все поменяется, эти лайки сменятся, и все сможет произойти. Но и он не смог их удовлетворить и сказал, когда-нибудь, может быть, я приду как Господь Кришна, вернее, Господь Кришна придет как Господь Кришна. И тогда все у нас с вами получится. И они, вдохновленные этим обещанием, в течение нескольких дикого количества лет совершали свои духовные практики под руководством Нарады Муни, повторяя данные мантры, для того, чтобы потом пришел Господь Кришна и смог стать их вечным супругом. Поэтому Кришна приходит по многим причинам. И всякие скучные причины, как-то уничтожение каких-то демонов, которые накопили какое-то количество оружия, и, в общем, очень обеспокоили землю, и земля в форме коровы пришла и молилась полубогам, полубоги молились. Все это замечательная причина, но она такая глубоко второстепенная. То есть, он это приходит делать, просто должен прийти и сделать. Стало грязно, пришел, вычистил. Поселились какие-то мерзавцы, пришел, убил мерзавцев, все говорят, замечательно, замечательно, но это все равно не самое главное, не самое впечатляющее. Самое впечатляющее состоит в том, что Господь Кришна является вместе со своим окружением, вместе со своей обителью, он приходит и располагает ее здесь, прямо вот в земной обители. И люди, которые не видели никогда, что такое обитель Кришна, что такое Вриндава, что такое Габархан, что такое Радхакундаш, Ямакундаш, они могут прийти и посмотреть в то время, когда он находится там. Мало того, в вечной лиле Кришна не бывает ни маленьким, ни растет, ни рождается. Там одно и то же. Проснулись, вскочили, побежали домой, завтрак, пастбище, полуденные игры на Радхакунде, в три часа домой, в восемь легли спать, притворились спящими, убежали из дома в лес, танцы, 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 снова короткий, короткий нервный сон и снова все то же самое. Никаких тибетских игр, ничего. Но он приходит на землю для того, чтобы дать возможность и даже тем, кто хотели бы его увидеть совсем младенцем, совсем как бы беспомощным, как бы нуждающимся в их заботе. Но уже несмотря на то, что мы тут Кришну так привязываем к ступе и вместе с картика устанавливаем его изображение такого, знаете, такого младенца с испуганно открытыми глазами и поем до Мадараш, и там говорится прямо щеки уколают от поцелуев, которыми его лицо покрывает мама Яшода, и он прям боит. Кришну никого не боится, он боится только маму Яшоду, которая гонится за ним и угрожает ему. Хотя его боится олицетворенный страх. Все это очень странно и сладостно. То есть он помещает себя даже под опеку преданных, чтобы они могли испытать это ощущение, чтобы они могли захотеть по оставлению этого тела присоединиться к его вечным играм. Это в точности подобно действиям какого-то туристического представителя, который приходит и говорит нам не хотите ли вы поехать, как мой гуру Махараджи рассказал, в Прагу. Это золотой город. И мы думаем, Прага, золотой город, как это? И он открывает перед нами рекламные проспекты и говорит, смотрите, вот фотографии, вот это так, и так, и так, и так. я вам покажу видео, и мы на видео видим этот город, мы слышим его описание, куда-то можно пойти, что-то можно делать, чем-то можно заняться, как он выглядит в такие-то поры года. И мы говорим, я хочу, я покупаю этот, я покупаю этот тур, я поеду смотреть золотой город, я хочу пожить там. Точно так же, конечно, приходит и устанавливает свои вриндаванские игры прямо здесь, для того, чтобы мы в какой-то момент глубоко измученные и настрадавшиеся от бесчисленных попыток устроить здесь свой тихий рай. Но даже не то, чтобы рая не получается сколько-нибудь устойчиво, но даже такой вот иногда легкий такой пикничок бывает сложно организовать и счастливо прожить. Поэтому мы всегда ходим с таким разочарованным видом и думаем, куда бы нам, во что бы нам вложиться вот всеми своими силами, всей своей жизнью, всем своим временем, всеми своими устремлениями, Матришна говорит, да вот он я, вот он я, вот вриндаван, вот я, вот мое окружение, присмотритесь, может быть, вы видите себя в какой-то роли здесь, может быть, вы хотели бы попробоваться, вот как Боби, как Гопа, как родитель мой и так далее, и так далее. И кто-то просто смотрит, а кто-то, чей запас благочестия гораздо больше, может впечатлиться настолько, что в конце концов говорит, а я даром, что не того пола, хотел бы вот так, вот эти вот, а я даром, что человек хотел бы, как вот эти вот коровки, или хотел бы, как вот эти вот попугаи, какая разница, кому чего может захотеться, Кришна говорит, ты их главное хоти, потому что я это возможности, я это все, чего бы ты мог хотеть, вот ты хочешь чего-то, это я, ты хочешь вот так, это я, я так могу, и я так могу, и вот так я могу, не хочешь никак, ну что ж, дурачок, значит, тогда накапливай благочестие, и кланяйся больше, жертвуй больше, обходи вокруг Авархана больше, когда накопишь запас благочестия, ты захочешь присоединиться к моим играм, но он дает нам эту возможность, и точно так же, как мы празднуем день явления, сегодня вот один день, мы празднуем день явления, и завтра будет другой день явления, завтра будет явление Шриды Прабхупады, и послезавтра никакого явления не будет вообще, и потом еще, может, несколько недель, никто не явится, и так заглядываешь в календарь, даже скучно, но Кришна не таков, но Кришна не таков, он приходит, он является в нашей жизни, и он должен являться каждый день, солнце его взошло в нашей жизни, и не должно заходить никогда, потому что мы должны обнаружить его невероятную привлекательность, мы о нем думаем иногда, мы смотрим на какие-то картинки, сегодня с утра инстаграм был полон совершенно идиотских рисунков, даже включая такой, все вот эти вот мультфильмы и компьютерные картинки Кришны, как мультгероя, они, конечно, изрядно повредили его образу, и так мы пытаемся в своем сознании бороться с тем, что он все-таки есть, за то, что он все-таки есть, и он невероятно прекрасен, но когда смотришь мультфильм «Маленький Кришна», что-то меня очень настораживает в этом, я не хотел бы видеть Кришну мультгероем, и сегодня была даже такая открытка, где, вероятно, мама Яшода, какая-то такая молодая женщина обнимает Кришну и говорит ему «С днем рождения, милый!» Он говорит «Спасибо, мама!» Вот у них такие выходят, такие буквы, и Кришна такая улыбка там, пристранная. Поэтому сейчас очень тяжело нам избавиться от вот этих образов Кришны, которые приходят откуда-то с какой-то дьявольской стороны, где он не настоящий, где он герой индийского эпоса, про которого можно почитать в книжке, про которого можно посмотреть мультфильм, про которого можно посмотреть кино, но он не трогает никак. Мы думаем, мы хотим, 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 но он не трогает. Но настоящее его явление начнется тогда, когда мы обнаружим его, реально обнаружим его, обнаружим его привлекательность, его аромат, его теплоту или, наоборот, прохладу его тела, в зависимости от обстоятельств или сезона. Обнаружим его невероятную красоту, которая сделает все остальное бесцветным и бессмысленным. Поэтому мы должны делать шаги ему навстречу. Мы должны читать о нем, мы должны слушать описание его. И только тогда мы сможем думать о нем и помнить о нем. Мы никогда не сможем думать или помнить о ком-то, о ком мы ничего не знаем, ровным счетом. Мы... Процесс пометования, процесс медитации на Кришну, он основан на очень большом количестве слушания о Кришне. И слушание от тех, кто понимает, о чем он говорит, то, что он называется, реализовал Кришну. То есть реализовал означает, действительно видел, действительно встретился. Поэтому, когда мы в читании Чаритамрити читаем подобные описания, они очень трогают. Они очень трогают и очень впечатляют. Мы понимаем, что Кришна – это не просто, ну, непонятно что, какой-то юноша какого-то цвета, в какой-то одежде, такой странной, с поврением пером. А он способен вызывать такую бурю эмоций в своих преданных, такой невероятный любовный ответ в сердцах своих преданных. Такие невероятные сладостные страдания в сердцах своих преданных, что мы не можем не впечатлиться ими. И тогда мы делаем еще шаг навстречу, еще шаг навстречу, еще шаг навстречу. И тогда наступит момент, когда в нашем собственном сердце произойдет Кришна Джанмашнами, когда Кришна родится в нашем собственном сердце, для нас конкретно, в тех отношениях, в которых мы желаем с ним, в тех оттенках взаимоотношений, которые желанны нашему сердцу. Потому что мы не должны думать, что мы не достигнем Кришну никогда. Мы не должны, кто бы нам чего не говорил, кто бы нам не рассказывал, что мы не способны, что этого никогда не будет. Если этого никогда не будет, зачем мы все здесь собрались? Сейчас ночь, пора спать. Мы все устали. И, ну, чего лукавить? Я смотрю, вижу огромное количество усталых, отравенно усталых лиц. И голодных тому же. Поэтому, если все это бессмысленно, и мы никогда не достигнем Кришну, идите домой, поешьте, попейте, примите душ, и ложитесь спать наконец-то. Но, поскольку мы все на что-то рассчитываем, поскольку мы на что-то рассчитываем, то мы ведем себя по-другому. Мы говорим так, прекращайте провокации, ты можешь идти, а мы-то остаемся. Потому что, ну, во-первых, у нас большой праздник. Я не думаю, что вы все сидите здесь только потому, что во сколько там просадок будут раздавать? Сейчас. И это удерживает вас, что вы бы давно уже рванули, но нас всех накормят, как говорят. Нет, конечно. Нет, конечно. И тем более, что сейчас вот я с радостью наблюдаю лица, которые я наблюдаю на 10 лет. И они сидят и улыбаются. Это очень приятно. Это очень приятно. Что-то же их, нас, всех держит здесь. Определенная надежда. Определенная надежда на то, чтобы приблизиться к тому, к кому мы празднуем сегодня. Узнать лучшее, узнать ближее, узнать подробнее. И привязаться еще больше. И привязаться еще больше, и стремиться еще больше. А он так хорош, что... Наша беда в том, что он сам по себе, мы сами по себе. Наша беда в том, что он есть, но мы с ним не встречаемся. Мы не встречаемся с ним не потому, что он не дает нам такую возможность, просто мы недостаточно хороши. Но это не значит, что мы не встретимся никогда. Это вопрос времени, это вопрос желания, и это вопрос личной квалификации. А личная квалификация это вопрос времени и желания. Если есть желание, будет все. Если нет желания, не будет ничего. Все предельно просто. Поэтому, если кто-то желает узнать Кришну, он должен сделать для этого все возможное. Все возможное. Практиковать, усердно практиковать достаточно долго по неготовым трудностям и испытаниям, но он должен знать, что в конце его ждет награда в виде приятнейшего объятия во Вселенной, вот какое только может быть. Это объятие на прекрасной груди света сапфира, которое, вот вы понимаете, когда вы долго-долго страдаете и идете каким-то трудным путем, испытывая бесчисленные страдания. И куда вы не глянете, вокруг вы увидите тоже какие-то страдальческие лица. Назовем это так. Лица страдальческие и разочарованные. И просто не к чему припасть, негде отдохнуть. Вот невозможно. Просто и в конце вдруг, когда вы доцарапались, до финиша вас обнимают крепкие, сильные, подобные змеям руки. И говорят все, 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 все кончено, все, ты сделал это, ты, ты дома. Вам знакомо это чувство, если у кого-то есть дом, иногда не всем такое счастье. Иногда бывает так, где-то там лазишь, лазишь несколько недель, потом ты заходишь и понимаешь, ух ты, а он еще ничего. Мой дом. И вот в миллиарды раз более сладостное, успокоительное и оживляющее чувство вы испытываете тогда, когда вы добираетесь до конечной цели. Конечная цель, она и называется конечной, потому что это окончательная пристань. Все, то есть, после бури, лишений, это окончательный причал. и это не просто какие-то слова и обещания, это духовная реальность. А духовная или, как иногда говорится, трансцендентная означает нечто совершенно противоположное материи. Совершенно противоположное. Если материя конечна, то дух бесконечен. Если материя смертна и подвержена распаду, то дух бессмертный не подвержен распаду. Мы можем найти взаимоотношения в этом мире, которые могут быть прекрасны и безупречны, но Бхага в этом говорит течение времени, перемена настроения и вообще просто вы можете полюбить кого-то и этот кто-то может полюбить вас и потом кто-то из вас может просто умереть посреди вот этих замечательных отношений, оставив вас наедине спокойным. Это крайне печальное развитие обстоятельств, но в духовной сфере вас не ждет ничего подобного. В духовной сфере вас ждет танец раз вчера сегодня завтра и так в течение бесконечности. Именно поэтому поколение мистиков ищут чего-то подобного. Ищут чего-то вечного, неизменного, полного радости. То, что мы называем са-чита-на-на, то есть веть в полной вечности блаженства и знания. Вот почему мы так радуемся тому, что Кришна является. Вот почему мы собираемся здесь и веселимся по-всякому, включая народные танцы, которым Рашпуты приветствуют. Ну приветствуют Рашпуты, ладно. Какое это к нам имеет отношение? Но все равно весело. потому что это связано с днем явления Кришны. А Кришна дает нам радость, Кришна дает нам надежду, Кришна дает нам счастье. И мы на это очень рассчитываем. Есть ли какие-то вопросы? Может кто-то что-то хочет обсудить? Рашпуты? Рашпуты. Я так рад, что именно это у тебя осталось. Рашпуты. Этого я и опасался. Рашпуты. Я подум тебе расскажу это. Скажите, пожалуйста, что я неправильно понял, что только напомленное благочестие может стать причиной привлечения. есть благочестие разного свойства. Есть благочестие, которое приводит к богатству, красоте или чему-то еще, то есть чисто материальным благоприятным обстоятельствам. И есть благочестие категории бхакти у мухи сукрити, то есть которое порождает склонность к бхакти. Бхакти породить нельзя, бхакти порождает только бхакти. То есть никогда нет никаких внешних обстоятельств, которые могли бы в сердце человека разжечь предности, если ее там нет. Но подтолкнуть человека к определенному позитивному восприятию действий, связанных с предностью, когда уже мы можем непосредственно заняться чем-то сродни предному служению. То есть требует определенного благочестия. Например, это то, что мы иногда называем занять в неосознанном служении. Человек может выполнить некое действие, которое будет способствовать какому-то духовному действию. Он станет помимо воли к этому причастен. И тем самым уже оказавшись, получив этот запас этого благочестия, оказавшись в каких-то обстоятельствах, он уже позитивно среагирует на это. И встретив Харинаму, уже не бросит в их сторону пустую бутылку, а скажем, подтанцует. Это будет говорить о том, что он уже чего-то там накопил. То есть он не сильно пьян. Может просто на кураже. Поэтому определенного бахти порождают только бахти. Но определенные виды благочестия могут способствовать приближению к предному служению. Классический пример крысы, которая бегала по алтарю, а у нас-то слава Богу, а сидишь где-то в Радхарамане, ну, не редкость. Вдруг раз, поскакали и махоньки. И вот прыгала она, прыгала по алтарю в месяц картика и приблизилась неосторожно к светильнику и загорелись у нее усы. А в месяц картика очень хорошо предлагать светильники и лампы божествам. И эта мышь с отгорелыми усами, она классическим книжным примером служит вот такого Бахфиуму Хисукрити. Поэтому если тут есть усачи вы можете бородачи в месяц картика блеснуть. Те, кто не обладают наивно еще такой растительностью имейте в виду. Это классика жанра. Что там скучные предлагать вот эти палочки. Там рука была вот сзади пробу. Вы рады сегодня сказали, что не получится нам устроить своего тихого материального счастья здесь. И это факт. Но не долго, но весело. Таня с рожпутом. Меня очень развлек. Я пришел, надо сказать, в таком тяжелом настроении. Увидел не самое многолюдное собрание. Мы тут еще с одним пожилым человеком посидели там, позлобствовали, что вспомнили те времена, когда не хватало кислороду здесь в помещении от собравшихся. И Таня с рожпутом, конечно, здорово взбодрил. Поэтому что делать, чтобы не грустить, очень-очень сложно сказать, потому что чтобы не грустить, ну, либо надо извне чем-то пользоваться, вот, то, что само собой вот напрашивается какими-то веществами развлекательного свойства. Если мы, как бы, этого не касаемся, вот этих вот, анестезии от материальных страданий, то, чтобы не грустить, надо иметь твердую, ясную надежду в конце пути. То есть человек понимает, что я пока еще далек от совершенства и пока еще я не могу сказать, что Анандам Будги Варданам, что прямо вот Анандам Будги, что я первый же стих Шаш таки говорит нам о том, что Кришна Санкт-Киртана дает нам Анандам Будги Варданам, причем не просто блаженное состояние сознания, но всерасширяющееся блаженное состояние сознания. Протипадам Протипадам вот я делаю каждый шаг и мне все круче и круче делается. И этот текст по настроению подходит, он там тебе все лучше и лучше и лучше и лучше и ты в конце говоришь Парам-Биджай-Тэши Кришна Санкт-Киртана ой какая Санкт-Киртана слава Богу слава Богу пусть же она торжествует но иногда бывает так и часто бывает так что мы не испытываем не Анандам Будги иногда вот сейчас Анандам Будги через 20 минут не Анандам Будги а вообще какое-то Духи Будги то есть чудовищное настроение и что делать если в конце не маячен очень сладостная конечная цель то тогда вообще непонятно как быть когда мы становимся на какой-то путь в конце должна быть с самого начала в конце этого пути должна быть очевидна цель и она должна быть а привлекательна и очень очень хороша она должна сейчас знаете такое есть понятие очень широкое мотивация по разным по самым разным по самым разным аспектам то есть кто-то там хочет быть большим спортсменом ему будет мотивация и там две минуты он смотрит в ютюбе на каких-то мускулистых мужиков и вдохновляется он хочет быть таким как они то есть цель должна быть вдохновляющей и второе эта цель должна быть достижима потому что если цель недостижима мы можем год обманываться два обманываться на третье обнаружить что цель недостижима и думать не дурак ли я что я здесь ну ладно два года я истратил что же я до сих пор здесь делаю пойду-ка я куда-нибудь еще поэтому единственным способом борьбы с печалью на пути является награда которая ждет в конце ради которой человек готов все стерпеть например кто-то любит кого-то и он ради достижения своей цели быть с ним или с ней он готов стерпеть все что угодно если он не готов стерпеть все что угодно он не любит но он знает что в конце я буду с ней или с ним и это утолит все мои печали все мои печали все что было до этого все что было по дороге все не имеет никакого смысла только это может утешить иначе если мы по пути будем утешаться то по пути нам понадобится рашпуты или что-нибудь еще какое-нибудь такое невинное или неневинное развлечение а это очень скользкий путь очень скользкий путь на котором многие поскользнулись да там и остались зашли как бы развлечься и сидят там не выходя в результате общения мужчины и женщины в близости рождаются дети а в результате общения кришна и гопи что рождается в результате общения кришна и гопи рождается радость кришны и гопи когда речь идет о общении мужчин и женщин материальных обычно то же самое большинство из них в 99% случаев преследуют получение взаимной радости и удовольствия и кришна и гопи точно так же они если вы почитаете эти описания они гопи испытывают просто невероятное влечение кришне и хотят насладиться он прекрасно об этом знает и на это провоцирует и они встречаются и наслаждаются друг другом и все и из этого родится наслаждение там что касается вейндауна там никаких побочных продуктов это не приносит там чистая радость лишенная всяких потом то есть там регулирующих принципов нет там регулирующих принципов нет то есть секс только для зачатия детей в духовном мире в духовном мире секс для секса а в материальном мире ну уже там кто на что учился потому что это знаете так это легко теоретически об этом говорить но по вашим воодушевленным лицам я вижу что вы так вы знаете об этом принципе но дальше уже туман возникает большой поэтому что нам до материального мира до его обстоятельств в духовном мире чистая радость все больше ничего поэтому взаимоотношения кришны и гопи называются влечение гопи кришны называется кама ануга точности подобное мужскому вожделению если вы почитаете читание чаритам чаритамриту вы увидите описание ну просто просто всепоглощающего испепеляющего влечения гопи по отношению кришне он именно этого и добивается именно это и происходит и именно это называется танец расы просто чистая радость все где-то должно где-то должна быть вообще чистая радость или что ж вы хотите здесь тут значит пахать и потом отправиться туда еще все то же самое извините мы на это не подписывались мы про такое уже над бхагаватам не читали это в других обителях от каждой жены по сколько-то там этих детей и так далее и так далее и так далее нет во вредаване там немножко все по-другому то есть ты говоришь что для того чтобы узнать о Кришне мы должны слушать человека который уже знает Кришну вопрос такого как это относится принцип к лекциям который будет записан там в mp3 формате например то есть можем ли мы получить это знание так же как вживую или а если не можем то что мы тогда получаем из этих лекций вопрос состоит в том что мы чтобы познать Кришну мы должны слушать о Кришне но не всегда нам удается слышать каких-то выдающихся преданных великих преданных которые бы читали нам лекции вживую часто мы ограничены лекциями записанные на определенных носителях перечисленные mp3 носители получаем ли мы Кришну прослушивая записи великих святых или что мы получаем верно дело в том что кому-то повезло непосредственно слушать лекции от бакцинанты Сарасвати Шилоправпады Бакимонхакура кого угодно великих святых большинству людей не повезло нам с вами мы не застали Шилоправпада кто-то жил в то время когда он еще был на этой планете я в первый класс пошел когда он за два месяца до оставления Шилоправпада и тела и даже судьба меня занесла как раз в Матхуру в 77 году первоклассник то есть бывают такие чудеса и что и ничего то есть я его не встретил я его не видел у меня есть только билет паломника на автобус 77 года ну вот не судьба это называется а мог бы и заехать а мог бы и увидеть но я был советский октябренок и тогда таки не ездили до Гриндава поэтому что нам остается нам остается только слушать лекции был такой период когда Шилоправпада не мог путешествовать уже физически не мог путешествовать по всему миру и давать посвящение физически сам и он мог начитывать тогда четки и передавать их кому-то но настал такой период когда он не мог и начитывать четки или скажем физически не мог начитывать на ухо Гая Три Мантры которые должны были получать те его ученики которые получали вторую инициацию тогда появились аудиозаписи то есть вот те три или четыре аудиодорожки с полным текстом Гая Три Мантры которые мы имеем в фолио веда бейс как раз они тогда и появились уже при жизни Шилы Правопады было такое молодые брахманы не могли на ухо услышать своего духовного учителя а они слушали аудио поэтому такие времена такие обстоятельства слава Богу что есть импетрии записи слава Богу что мы можем слушать Шилу Правопаду хотя бы в аудио это очень впечатляющее слушание например есть диктовки Шилы Правопады когда он диктует источник вечного наслаждения все эти главные иногда даже есть такие моменты которые там им же самим подверглись редактированию очаровательные такие какие-то очаровательные такие огрехи его личность очень присутствует там а какая альтернатива импетрии порождение материи порождение сатаны возможно но что тогда остается это как раз тот самый случай когда одноглазый дядя гораздо лучше чем никакого дяди так говорит бенгальская пословица есть лекции святых людей когда мы можем слышать их экстаз во время того что они говорят слышать их слезы во время того что они говорят жалко что мы не были там жалко но аудио есть и мы можем хотя бы впечатлиться тем какие чувства испытывает кто-то кто говорит о Кришне сейчас потому что для нас Кришна это герой мультфильма маленький Кришна маленький синенький юркий баловник мультяшка для него прямо Кришна объект волнения возьмите аудиодорожку лекции Аиндры лекции какая лекция речи Аиндры Нарадгаштами в Кришном Баларам Мандире где он обрывается и впадает в экстаз это очень впечатляюще мы крайне редко такое наблюдаем крайне редко пускай это mp3 не mp3 такая разница кто это его видел лично кто-то его не видел лично но там там все в этом аудио все у нас нет другого выхода у нас нет другого выхода например позапрошлую пятницу были преданные приезжие и мне один человек советовал придите на класс по Багаватам если не будете на классе по Багаватам есть же интернет и я не попал и на интернет трансляцию но я нашел несколько лекций этого преданного и прослушал и был очень впечатлен и был очень впечатлен вот ютюб иногда это очень хорошо а что делать были когда-то такие времена когда человек жил у себя в своем населенном пункте и у него там стоял храм и там жил его угромахараж и он его каждый день видел и он его каждый день слушал или он жил вашими своего гуромахараджи и мог каждый день наслаждаться вживую его катхой такие времена судя по всему без надежно ушли и все и все и все нам остается это слава богу всякие медийные материалы которые до нас доходят потому что были такие периоды когда люди просто живут и они могут видеть как человек правопад прошел где-то там в толпе в аэропорт они пришли там 150 тысяч человек стоит в аэропорту дядя правопад прошел где-то там и все и как аидра говорит он повернулся к мне и сказал харибол и у меня благословила санкиртон я всю жизнь пронес этот харибол вот так вот ему хватило то есть никакого особенного личного общения или там каких-то трансцендентных впечатлений но этот харибол был а у нас и харибола то не было вот поэтому это все нормально это 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 все хорошо а такой вопрос еще мы можем получить вкус во-первых к воспеванию святого имени слушая лекции о святом имени какой-то личности у которой этот вкус как мы предполагаем есть до известной степени но все равно повторение святого имени желательно даже не столько объяснение человека видеть сколько видеть как он этим занимается тут наверное даже без видеоряда никак не пройдет то есть надо видеть что человек испытывает вкус каждый из нас особенно в этом движении мы все изрядные говоруны и проходит лет 5-7 и мы все получаем прекрасную способность вот нас только посади и скажи так и на 2 часа сейчас не заткнется никак но суть хотелось бы хотелось бы понять кто это что это чем он живет чем он дышит как он повторяет какой у него вкус и так далее для этого надо понаблюдать за ним пожить с ним вот как было Кинчин Кришна Дазбаваджи Махараджи ученик Баксианте Сарасвати который обладал вкусом к святому имени таким вкусом к святому имени что он физически не ел не спал а повторял святое имя круглосуточно и люди сомневались которые жили с ним в одном машине сомневались что у него есть вкус к святому имени поэтому они ночевали у него под дверью и дежурили и они ничего другого не получили кроме того что обнаружили что он действительно повторяет круглосуточно Харе Кришна Мантру как читание Махапрабху когда мы видим читание Чаритамрите он у себя в Гамбире повторяет Махамантру то есть последние месяцы последние годы это фактически стандартная ситуация где-то поймали в экстазе отвели домой закрыли двери и легли сначала просто Говинда ложится под дверями и слушает и он полночи повторяет Харе Кришна Махамантру потом если он перестает повторять Харе Кришна Махамантру это сигнал надо открывать ушел потому что он действительно круглосуточно повторяет Харе Кришна Махамантру если это не увидеть он может потом сесть и сказать да надо вот так повторять и вот так повторять и вот так повторять и что это полезно то есть технология она существует это правда но самое главное это увидеть успех увидеть успех кого-то и увидеть его возможности в чем-то что он повторяет со вкусом что он повторяет много что он повторяет смачно что он повторяет с желанием что он повторяет и наращивает и так далее и так далее вот это важно видеть важно видеть как кто-то поклоняется божествам мы приходим видим стоит мраморная статуя и несколько наборов металличных и деревянных статуй все И мы стоим и говорим, нет, нет, это же Бог, это же Статуйя, конечно, это же, он не движется, не говорит, ничего не делает, это же Бог, наверное И идет целая борьба и на лице это, как правило Чтобы сделать это больше Богом, надо разукрасить красивее, надо ресницы приклеить, надо сделать глаза очень красивые И тогда это будет больше Богом, а дети очень красивые А кто-то сидит, мы видим, Чайтани Махапрабху берет, у него Гавадхана Шила, размером со спичечный коробок, прямоугольный камень, который он прикладывает к глазам и омывает своими слезами, прикладывает к груди и омывает потоками слез Если мы такое увидим, это стоит гораздо больше 10-20 часовых семинаров на тему того, как поклоняться божествам Если мы когда-нибудь один раз увидим, как преданный высокого уровня поклоняется божеству Как он разговаривает с божеством, как он обращается к божеству Ну, это ладно, для меня же это, в общем, произведение прикладного искусства индийского А он-то, я вижу, что между ними существует общение Ага, значит, Бог все-таки там И какие-то игры происходят в его жизни Значит, Бог все-таки там Потому что, и дело даже не в Боге, а дело в этом преданном За которым мы наблюдаем И точно так же, дело не в теории, которые я буду рассказывать вам как надо, как надо, как надо, как надо Но сам ничего в своей жизни это не применяю и не достиг ничего на этом Надо видеть успех Надо реально наблюдать успех у человека Не просто про которого ты читаешь где-то в книжке Про которого тебе рассказывают, что видели его 50 лет назад, 30 лет назад и так далее Очень желательно видеть человека, которого ты бы наблюдал от нуля и до каких-то серьезных высот И тогда это очень мотивирует И тогда ты понимаешь, что это работает А когда ты этого не встречал, то ты в опасном положении Потому что ты постоянно думаешь, работает ли этот процесс Работает ли этот процесс Вокруг меня еще 15 таких же, как я И все, в общем, такие Крепкие середнячки Но звезд с неба никто не хватает И вот одного такого Даршина Человека, который реально обладает вкусом Кришны Реально обладает вкусом Святого Имени Будет достаточно, чтобы энтузиазм залетел до небес Потому что самое главное, что нас может сдерживать Это неуверенность в том, что вообще все это работает Неуверенность в том, что все это по-настоящему А когда мы даже подспудно не верим в то, что это по-настоящему И в том, что это работает Мы не можем вкладываться в это жестко А когда рядом с вами Ну, как, не знаю, в спортивном зале Пашет кто-то, кто вас очень впечатляет Волей-неволей Подходишь и тоже с ним там В надежде Что уже растет где-то там Бартилата А когда ни у кого не растет И ты не знаешь ни у кого, у кого выросло Зачем оно вообще время тратить Правда? Что у нас по времени? Мы когда должны к следующему пункту приступить? До утра? Люпал, командуй В 12 заканчиваем? Жестоко Почитаем о явлении Господа Кришны Явление Господа Кришны Что это за книга? Это книга великого байшнавского поэта Кави Карнапуры Ананда Вриндавана Чампу Слово Чампу означает работу, которая частично написана в стихах Частично в прозе Ну и Ананда Вриндавана означает блаженный Вриндаван А в каком из лесов Вриндаваны родился Кришна? Где явление его произошло? Потому что по ходу пьесы они там переезжали, 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 переезжали Из лесу в лес, из лесу в лес И даже какое-то время жили на перекрестке дорог То, что мы сейчас знаем как Читикару Где? В каком лесу? В 12 лесов Вриндавана И самый такой Махаван Это в Махаване произошло Истомившись И узнав о Неминуемом приходе Кришны Олицетворенная земля Чувствовала себя Словно После долгой разлуки С супругом Она была погружена в безграничную радость Во время рождения Кришны Общие Люди Все исполнились блаженства Которые невозможно описать словами Благоприятные знаки присутствовали повсюду То есть Атмосфера Она Трепетала Благостью То есть Было совершенно очевидно Что что-то хорошее должно произойти Иногда Описываются Дурные предзаменования Которые Предшествуют чему-то ужасному Но когда что-то хорошее должно произойти Повсюду Куда ни глянешь Ты узнаешь Что Я еще не знаю что Но очень хорошо Сейчас что-то будет Сейчас что-то будет Как Раковина Вишну Панчаджания Разворачивается Определенным образом Точно так же Жертвенные огни Сияли Во всех направлениях Чистые Нежные ветерки Дарили Прохладу Как преданные Которые Удовлетворяют И освещают Каждого Своим Умиротворенным Тихим И благожелательным Поведением Атмосфера Повсюду Исключительно Очистилась Словно бы Сердце преданного Преданные Снова Испытали Умиротворение И процветание В поклонении Лотосным стопам Господа Хари То есть до этого Видите какие бывают Обидные времена Когда даже в поклонении Господа Хари Они не находят Ни умиротворения Ни последующего Процветания А здесь Перед его приходом И жертвенные огни Сияли Особенным образом Завихряясь Как раковина Вишну И вообще Все их поклонение Стало приносить Им огромную радость Деревья покрылись Замечательными плодами Но Злобные демоны Злобные демоны Демонстрировали Неблагожелательность И Их тела Словно бы Мгновенно Постарели Как символы Подступающей смерти То есть Еще не появилась Непосредственная причина Их погибели Верховный Господь Который должен прийти И уничтожить демонов Но Они спали с лица И В общем Уже стали Выглядеть Как покойники Желание Растение Исполняющее Желание Произрастающее В небесных сферах Казалось Свершивались В воздухе Готовые Принести плоды То есть Из небесных сфер Свешивались Свешивались Лианы Исполняющие Желание И Для того Чтобы Исполнить Это желание Достаточно Было Протянуть Руку В это время Все направления Отовсюду Отовсюду Веяло Чистотой И радостью Как в уме Предного Который Обрел Милость Господа Хари Словно Драгоценные Камни Мантры Если бы Если бы Хотя бы На день Женмаштами Счастье Вытеснило Несчастье Не просто Образовалась Какая-то Пустота И такой Противоестественный Мерзкий Вакуум Но наполнило Наше сердце Радость И Счастье Тела Всех Всех Творений Приобрели Невероятную Красоту И Юный Задор Мужчины Чувствовали себя Крайне Радостными И Блистали Благородными Качествами По всему Миру Люди Перестали Враждовать И стали Действовать По дружности Счастье Мерцало В глазах Каждого И это Это прекрасно Когда Ты смотришь В лицо Или в глаза Другого человека И видишь Что Глаза Лучатся Счастьем Часто Бывает Наоборот Чаще Кто-то Пытается Делать вид Что Он испытывает Счастье Но На самом деле На лбу Вот написано Я жестоко Страдаю Не трогайте Меня И не Лезьте Глубже Чем Показывает Моя притворная Улыбка В конце Два Параюги Которые Полностью Уничтожают Все Сомнения Все Пороки Проявилось Проявилось Все Благоприятное Все Доброе И Все Свободное От Препятствий И Все Это Сошлось К восьмому Дню Убывающей Луны Месяца Бадра То есть Сегодняшний День Это Джанма Аштами Аштами Восьмой День Убывающей Луны Джанма Рождение Сами Знаем Чьё Рождение Кричное Рождение Точно Так же Как Приятный Момент Рахини Накшатры Вместе Который Способствует Проявлению Добрых Свойств Луны При Благоприятном Сочетании Звезд Называемом Аюшман Все Эти Явления Проявились На небе Чтобы Даровать Прибежище Благородным В то время Как живые Точно так же Как живые Существа Исходят Из луны Своей Матери И как Луна Проявляется На Восточном Горизонте Йогешвара Шри Кришна Олицетворение Полного Блаженства Проявился Среди Всех Этих Торжеств Как Луна Появляется На Горизонте Восточном С восточного Направления Который Которая Сравнивается С прекрасной Невестой Точно так же Кришна Проявился В удивительной Миле Своего Явления Из любви И сострадания К обусловленным Душам Благодаря Благодаря Аскезам Которые Совершали В предшествующих Жизнях Васудева И Деваки Получили Возможность На Короткий Момент Насладиться Родительской Приязнью К Господу Кришне Когда он Проявился Перед ними В своей Форме Васудевы Затем Из страха Перед Камсой Васудева Принес Васудеву Кришну В Гакулу Там Верховная Личность Бога Появился Как Гаминда Перед Мамой И Ешодой Его Вечные Родители Испытывали К нему Сладчайшую Форму Родительской Любви С незапамятных Времен Все Четыре Символа Вишну Шанха Чакра Гада И Падма Украшали Его Стопы И Ладони Флейта Цветочная Гирлянда Камень Каустуб Хамани Которые Они Также Присутствовали Внутри Него Но Не Были Проявлены У Кришны Есть Его Вечные Атрибуты Например Цветочная Гирлянда Доходящая До Колен Гирлянда Из Девяти Видов Лесных Цветов Но Когда Ты Младенец Это Непрактично Как Говорим Или Флейта У Младенца В руках Это тоже Непрактично Равно Как И Каустуб Поэтому Все это Было Внутри Все это Присутствовало То есть Он Не может Быть Без них Но Это Не Было Проявлено Из Страха Перед Жестоким Камсой Васудева Решил Перенести Перевести Всех Своих Жен Кроме Деваки В Гакулу Он Вообще Такое Интересное Заточение Было У него Он Так Находился В заточении Но Транспортировал Всех Своих Жен За Исключением Одной Он Отправил Рахини В дом Враджа Раджа Нанды По сладостной воле Господа Йога Майя Устроила Так Что Седьмой Ребенок Деваки Баларама Вошел В очрев Рахини В результате Баларама Проявился В доме Враджа Раджа Нанды До Рождения Кришны Господь Хари Который Сам по себе Олицетворенное Блаженство Проявился В доме Нанды Бахараджи Царя Вриндавана По трем Причинам Первое Занять Осознавших Себя Душ И мудрецов В предном Служении Второе Для того Чтобы удовлетворить Предных С совершением Сладостных Трансцендентных Игр И третье Для того Чтобы избавить Землю От Бреда Времени Которое Было Порождено Демонами В это Время Благодаря Своему Царственному Рождению Кришна Использовал Свои Непостижимые Силы Для того Чтобы Проявиться В теле Исполненном Вечности Блаженства И Знания Все Кто Находились В этой Родильной Комнате Испытывали Радость Наблюдая Великолепную Трансцендентную Синий Лотос Олицетворенного Блаженства Ни ветер Ни пчелы Сейчас я затрудняюсь перевести Ни ветер Ни пчелы Не могли Насладиться Ароматом Этого Синего Лотоса Этот Нерожденный Лотос К нему Никогда Не прикасались Тригуны Материальной Природы Даже Господь Баларама Не мог Видеть Его Что уж Говорить Об обычных Людях После того Как Яшода И ее Члены Семьи Заснули В Родильной Комнате Хари Заплакал Самым Очаровательным Образом Как Новорожденный Младенец Заметьте Мы тут До Нашей беседы С правой Обсуждали Тему Того Что Кришна Родился За пределами Вриндавана Как мы Обычно Это воспринимаем В стандартном Повествовании И затем Его перенесли Во Вриндаван Где он Повстречал Своих родителей Яшоду И Нанду Но Здесь Мы Наблюдаем Явление Кришны И там И там То есть Кришну Принесли Во Вриндаван Из Тюрьмы Девы Киева Судевы Но Никто не лишает Нанду И Яшоду Вот этого момента То есть Мы видим Радость Рождения Кришны От мамы Яшоды Как они уже Там сливаются Как они уже Там встречаются Бог его знает Но Факт Остается фактом Кришна родился В форме Васудевы Кришны У Девы Киева Судевы И Кришна родился Как Яшода Нанды И Кришна У Нанды И Яшоды Младенец Заплакал Самым очаровательным Что напоминает Что Какой звук Напоминает Плач Кришны Новорожденного Как Плачет Новорожденный Кришна Уа Уа Ари Кришна Говорят Нет Он Напоминал Звук Пранавы Умкары Уж не знаю Так ли Или как-то Повеселее Но Здесь говорится Буквально Что его плач Звучал Как Махавакья Омкара И он Провозглашал Благоприятное Прибытие Его игр То есть Это Самое Настоящее Житоприношение Самое Настоящее Произнесение Ведической Мантры За которой Следует Серьезный Эффект И понятно Было Что сейчас Начнется Омкара Это Трансцендентная Вибрация Которая Прежде Изошла Из уст Господа Брахмы Затем Дамы Вриндавана Услышав Сладкий Звук Плача Кришны Пробудились И помчались Увидать Господа С Своими Слезами Слезами Любви Они Омыли Его Тело Естественный Аромат Господа Кришны Пах То есть Был Пах Кришна Пах Словно Какое Вещество Напоминает Запах Делает Кришна Мускус Совершенно Верно Мускус Мускус Это Ваше Личное Обнение Кави Карнапура Пишет Мускус Мускус Это Вещество Которое Выделяет Железы Определенных Видов Оленя Это Очень Резкий И Будоражащий Запах Который Вызывает Влечение Поэтому Даром Что он Был Младенцем И Кархатулей Совсем Который Лежал И только Только Родился И заплакал Тем не менее Тело Его Издавало Такой Аромат Что Было Понятно Что Родился Очень Серьезный Любовник Герой Герой Любовник После того Как Дамы Омыли Кришну Здесь написано Сладким Нектаром Вероятно Имеется Ввиду Панча Амрита То есть Смесь Из пяти Сладких Субстанций Он Выглядел Очищенным И Прекрасным Затем Они Украсили Его Тело Ароматной Сандаловой Пастой Главенствующее Божество Дома Послало Ребенку Цветок Чампа Который Напоминал Язык Пламени Лампы Его Принесли В Родильную Комнату Для того Чтобы Поклоняться Им Украшению Трех Миров То есть Он Не Воспринимался Ими Как Бог Когда Кришна Появляется Перед Девы Киевасудевой Ну Это Не Были Роды В какой-то Момент Вдруг Просто И Перед Ними Появляется Четырехрукая Форма Они Понимают Что Явился Бог Что Мы Родили Бога Что Мы Призвали Бога Это 100% Здесь Мы Не Видим Никакого Бога Здесь Мы Видим Маленького Такого Симпатичного Вкусно Пахнущего Мальчика И Поэтому Главенствующее Божество Дома Естественно Они Приличные Люди Естественно Они Поклоняются Божествам И Божество Прислало Махапрасадные Цветы Которые Они Должны Были Предложить Младенцу Чтобы Таким Образом Поклониться Украшению Трех Миров Силой Своих Маленьких Ручек Нежных Словно Листья Дерева Кришна Сделал Так Что Все Лампы В Родильной Комнате Выглядели Как Гирлянда Из Цветов Лотоса Женщины Вриндавана Увидели Кришну Подобным Расцвевшему Процвевшему Цветку Лучшему Из Голубых Сапфиров Или Только Что Развернувшемуся Листу Дерево Тамала Кришна Выглядел Как Только Что Собравшееся Дождевое Облако Украшенное Тилакой Из Мускуса Которая Нанесла Богиня Процветания Этих Трех Миров Мазь Мазь Величие И Благоприятствование Подчеркивало Его Глаза Его Присутствие Наполнило Родильную Комнату Ароматом Доброй Удачи И хотя Он был Всего лишь Младенцем Голова Его Была Покрыта Курчавыми Черными Волосами Для того Чтобы Скрыть Уникальные Знаки На своих Ладонях То есть Стрекала Рыбы Раковины И так далее Он Сжимал Свои Нежные Пальцы Пряча Их В кулаках Такой Хитрец И в этот Момент Кришна Лежал На спине И глаза Его Были Закрыты Мама Яшода Пробудилась От Радостного Щебетания Старшей Гопи Она Наклонилась Над кроватью И увидела Своего Великолепного Сына Но Заметив Собственное Отражение На Теле Кришны Она Решила Что она Видит Другую Женщину Когда Сталкиваешься С Богом Никогда Не знаешь Что ты Увидишь Потому что Потом Она Заглянет Ему В род Увидит Вселенные И Самое Себя А сейчас Она Смотрела На Младенца Но Тело Его Настолько Глянцево Что Она Увидела В нем Свое Отражение Как В зеркале Ешода Испугалась И закричала Уходи Прочь Уходи Прочь Она Естественным Образом Стала Призывать Нарасим Хадева Для того Чтобы Защитить Ее Драгоценного Сына Она Что боялась За себя Что она Будет Бояться Какой-то Женщины Которую Она Увидела Она Царица Но Когда Она Видит Что прямо В колыбели Ее Младенца Находится Мало ли Кто Это Может Быть Она Хочет Его Защитить Потому что За себя Она Не Боится Она Боится Только За Него Наблюдая Его Нежное Лицо Ешода Проливала Слезы Радости И Эти Слезы Падали На него Словно Жемчужное Ожерелье Ешода Видела Тело Кришны Как Комок Темно-синего Мускуса Оно Было Мягче Масла Которое Выпахтали Из Молочного Океана Перегруженное Нектаром Затопленное Сладостью Его Очаровательное Тело Выглядело Словно Молочная Пена Которая Приняла Синеватый Оттенок И Она Оказалась Пеной Мускусного Сока То есть Вот Мускусная Тилока Мускусный Аромат Мускусная Пена Все Это Подчеркивает Любовное Свойство Кришны Когда Она Наклонилась Над Кроватью Она Невольно Омыла Кришну Молоком Которое Полилось Из ее Груди Старшие Гопи Объяснили Ешоде Как Ухаживать За ребенком Держа Его На Руках И Как Поместить Сосок Ее Груди В Род Кришны И Накормить Его Из-за Сильнейшей Любви Яшоды Олицетворенное Блаженство Текло Из ее Груди Потоками Молока То есть Это не Обычное Молоко Это Олицетворенное Блаженство И она Кормила Кришну Олицетворенным Блаженством Поэтому Те из вас Кто Хотели бы Стать Родителями Кришны Позаботьтесь О том Чтобы Вы Могли Кормить Кришну Вытирала Его Лицо Краем Своей Одежды Накормив Своего Сына Мать Яшода Смотрела На него В великом Удивлении Она Видела Что Тело И ее Ребенка Словно Создано Из Сияющих Сапфиров Что Род Его Напоминает Красный Плод Бимба И что Его руки И стопы Выглядят Как Драгоценные Рубины Его ногти Сияют Как драгоценные Камни И таким образом Яшода Думала Что Ребенок Ее Полностью Состоит Из Одних Самоцветов Затем Она Стала Затем Она Увидела Что Его Естественно Образом Красноватые Бубы Напоминают Цветы Бандука Его Руки И его Стопы Напоминают Цветы Джава Его Ногти Напоминают Цветы Малика И она Подумала Что Наверное Он Весь Сознан Из Цветов Наверное Все Это Мне Кажется И Обдумывая Все Это Ешода Замерла В удивлении Прекрасные Нежные Волосы Волоски На правой Стороне Груди Кришны Напоминали Цветок Лотоса Видя Знак Шреватцы На его Груди Ешода Думала О том Что Вероятно Это Следы Ее Молока Которое Пролилось Из его Рта Она Безуспешно Пыталась Стереть Эти Потеки Молока Краем Своей Одежды Пораженная Она Думала Что Наверное Это признак Какой-то Великой Личности Наблюдая Знак Лакшми Маленькую Золотую Линию На левой Стороне Груди Кришны Ешода Думала Что Это Желтая Поэт Который Сыплет Сейчас Аллегориями Аналогиями Может Это все Тяжело Воспринимается На голодный Желудок Без 20 12 Мы Скоро Заканчиваем Держитесь Нежные Нежные Напоминающие Листья Руки И Стопы Кришны Были Розовые Словно Восходящее Солнце И Они Напоминали Соцветия Лотосов Плавающих На поверхности Ямуны Иногда Яшода Смотрела На Курчавые Темные Иссиня Черные Волосы Ребенка Кришны Как И Видела В них Скопление Шмелей Которые Окружают Его Лицо Опьяненные От Избыточного Количества Нектара Эти Пчелы Казалось Сорвались В небо Его шея Прекрасно Его Прошу прощения Его Плотные Прекрасные Исиня Черные Волосы Казались Темнее Ночи Лотосные Глаза Кришны Выглядели Словно Пара Расцветших Лотосных Бутонов Еще Одно Указание На то Какого Цвета Глаза Кришны То есть Радужка Глаза Кришны Темно-синего Цвета Мы видим Указание На это Здесь И указание На это Кришна Карнамрике Бирамангал Итхакура То есть Глаза Кришны Синего Цвета Кончик Носа Кришны Напоминал Побег Дерева Своим Изящным Изгибом И его Ноздри Выглядели Как Пузырьки На поверхности Реки Ямуны Дочери Солнца Его Губы Напоминали Пару Красных Цветков Джавы Подбородок Подбородок Кришны Напоминал Пару Красноватых Красноватых Плодов Джамбу Пару Это означает Что там Была Ямочка То есть Он такой Мачо То есть У него Подбородок Не безвольный А Очень красивый Мужской Подбородок Пожилые Женщины В Раджаваси Обратились В Махараджа Нанды О Самый Удачливый Ты Обрел Сына Это было То время Когда Никаких Люзей Не было И ты Получал Известие Об этом Потом уже В родильной Комнате Пришел Здрасте У вас Мальчик У вас Девочка И вот Махараджа Нанды Узнал Только там О том Что У него Родился Сын Как-то Мы были На Прикраме Такой Маленький Человек Десять С Динобанхом На Радхакунде И он Шел Мимо пары Каких-то Тамошних Жителей И Этот Житель Был С беременной Женой Тяжко Беременная И Динобанх Сказал Показанный Жен Говорит Лала И он Говорит На Лали То есть Они были на УЗИ Они знают Что там не Лала Там Лали Девочка Но Махараджа Нанда Не знал Что там Кто там Находится Поэтому Он только Там узнал Что Сын Прежде Махараджа Нанда Чувствовал Долгую Тоску Из-за Неспособности Обрести Сына Потому что Нанда Махараджа Тут Так мы видим Мама Яшода Выглядит Как будто Она не знает Что делать С детьми Потому что Она уже Такая Взросленькая Была По описанию Рупы Гасвами И Нанда Махарадж Имел бороду Какого цвета Как борода Была цвета Ась Браун Спросить Браун У нас Англичане К нам Пришли Ну если Англичане То там Говорится Salt and pepper Есть Такое Буквально Говорится Борода С проседью У него С густой проседью То есть Нанда Махарадж Он не Не мальчик Далеко Был Поэтому Когда Человек Не мальчик Он давно Хочет сына И тут ему Сообщают Что у него Будет сын Он Безумно Счастлив Сердце Его Уподобилось Сердце Его до Этого Уподобилось Маленькому Озерцу Которое Высохло Опаляемое Долгим Солнцем Но когда Он услышал Про Рождение Его сына Сердце Его Озерцем Озеро Его сердце Переполнилось Нектаром Нежный Звук Голоса Тришной Устранил Всю его Скорбь И печаль И теперь Он купался В океане Блаженства И плавал В волнах Нектара И чувствовал Что его Обнимают Радостные потоки Небесной Ганги И тут Начинается Большой Большой Праздник Который Описан В знаменитом В знаменитой Песни Нандаке Анандабаю Джайканей Лалки И можем Попробовать Для Куражу Ее Исполнить И от вас Требуется Джайканей Лалки Джайканей Лалки Больше Ничего Не надо Нандаке Анандабаю Джайканей Лалки Джайканей Лалки Джайканей Лалки Джайканей Джайканей Лалки Нандаке Анандабаю Джайканей Лалки Джайканей Лалки Джайканей Лалки Джайканей Лалки Джайканей Субтитры создавал DimaTorzok 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 Лал Мальчик, который представляет собой блаженство Нанды Махараджи, о братья! Тут перевод этой песни, это несчастные три строчки. Куплет второй. В счастье своем Нанда раздает слонов, раздает лошадей и паланкины. Кому же он раздает и говорит третья строчка этого баджина? Молодые люди получают лошадей и слонов, на которых они могут сами ехать. Поэтому, кто видел, как это исполняется, когда... То есть, на самом деле, это такая... Это исполняется стоя. Исполняется стоя, исполняется танцуя. А пожилые люди получают паланкины, на которых их несут. И так вся эта церемония в полном блаженстве происходит, потому что Нанда Махараджа, он царь. И он очень небеден. Поэтому его радость... Ну, моя радость может проявиться в том, что если... Ой, как хорошо, ой, как хорошо. И все. И никто не пострадает. И я ничего не раздам. Но Нанда Махарадж не таков. То есть, его переполняет счастье, и он слонов, лошадей говорит, давай, давай, давай. И Брахман и счастлив, и все счастливы, и счастлив весь Вриндаван. И это знаменитая песня, которая получила в исходное звание Джинмаш Томи Сонг. Известная в исполнении Динамбанху. Остальные исполнения вообще детский лепет. Поэтому послушайте, вернувшись завтра к Ютьюбу. Наберите Динамбанху и вот это вот Нанда Кьянанда Баю. У него есть несколько еще хитов замечательных о Кришне и Балараме. То есть, это вот, если вы хотите... Знаете, есть такие всякие фестивальные вещи под саксофоны, бас-гитары и все вот эти удивительные западные нововведения. Это все очень здорово, но немножко мимо кассы. А вот даже без музыкальных инструментов, просто под одни вот эти вот хлоп-хлоп, вот это вот Нанда Кьянанда Баю или его... Вот это вот Вриндаван, что называется. То есть, если вы хотите дух вот этого торжества увидеть, возьмите и послушайте, как поют эти баджины Динамбанху. И слава Богу, что тут как раз тот самый случай, что мы его можем видеть и в MP3, и в IVI, но можем видеть его и вживую. Про Навалов мне тут прислал недавно видео, где вот они как раз пением вот этого Нанда Кьянанда Баю и забавляются там во Вриндаване. Дорогие преданные, давайте петь Киртон, потому что нету силы. Дорогие преданные, давайте петь Киртон, потому что нету силы. Дорогие преданные, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok